Доброй радости, дорогие друзья! Продолжаем наблюдать в своей мастерской. Сегодня я хотел поговорить на тему, как исправить неравномерный окрас при окраске кожи от нарастительного дубления спиртовыми проникающими красителями. В свое время, когда я окрашивал кожу спиртовыми проникающими красителями, у меня возникала некоторая проблема. Как вы видите, при высыхании краска получается так, что она ложится достаточно неравномерно. Где-то больше, где-то меньше. Ни на каких критериях зависит, скорее всего, от впитываемости кожи само по себе. И нанесение краски в несколько слоев, ну, как-то очень слабо решает данную проблему. Как же я ее решаю? Я для себя использую такие два способа. Это, конечно, финиширование прокрашенных участков с помощью каких-либо полужидких восков, либо жидких бальзамов для оголя. Что, в принципе, одинаково, хорошо будет убирать данную проблему. Продемонстрируем. Финишируем участок один небольшой с помощью бальзама. Как вы видите, у нас с вами окрас выравнивается даже при высыхании. Второй участок мы с вами профинишируем с помощью, скажем так, полужидкого воска. Почему я предпочитаю именно сапфировский воск? Вы видите, как имеет вот такую полужидкую консистенцию. И температуру плавления примерно при 36 градусах. То есть нанесенный на палец, он как бы чуть-чуть расплавляется прямо на пальце. Поэтому его будет очень легко наносить руками и располировать тряпочкой, либо щёточкой. Ну и вот, как вы видите, после спиртового окрашивания кожи растительного дубления мы профинишировали воском. Неравномерности окраски у нас практически с вами ушли. Осталась так называемая лёгкая винтажность. Сейчас это всё просохнет, мы её отполируем и получим, в принципе, замечательный хороший равномерный окрас. С уважением к вам, Алексей Музылёв.